уважаемые подписчики зрители рад вас всех приветствовать алкофан одним из частых вопросов именно по поводу настоек от вас подписчиков поступает именно такое что как приготовить настойку которая была похожа по вкусу на коньяк или под коньяк или коньяч на и тому подобное я порылся в интернете и нашел весьма интересный сайт называется он дундук кулинар это сайт кулинара которого есть ник дундук и него есть такая как бы настойка под коньяк я вам сейчас зачитаю именно оригинал из чего она стоит на пол литра хорошие бутылочки водки нам нужно 6-7 миндальных орешков 5-6 сушеных ягод чернослива чтобы в будущей настойке довольно ярко ощущался сахар под копченой коньячной бочки примерно столовую ложку аптечной коры дубы чтобы будущая настойка не только заиграла цветом коньячной бочки но и и дубовым ароматом примерно столовую ложку произвольно нарезанного имбирного корня чтобы будущая настойка приятно пощипывала язык на манер коньяка друзья я взял за основу этот рецепт ну и конечно добавил свои ингредиенты свое видение насчет ингредиентов я взял как по рецепту имена 5 черносливов имбирь свежий порезанный произвольно 1 столовая ложка вместо уже миндаря я взял абрикосовые косточки хорошо высушенные в количестве 13-15 штук ну где-то так также я добавил от себя учитывая свои вкусы именно обжаренные шкарлупу от фисташки она придаст такой более древесный вкус в коньяке также должен быть такой легкий легкий оттенок именно скажем так ореха я взял щепотку грубо говоря ядровых орешков по поводу коры дуба коры дуба она дает такой уж сильный такой аромат именно древесности я взял дубовую щепу у меня две щепки которые были вымочены в испанском хирисе и также одна щепка среднего обжига простая щепка грубо говоря по поводу дополнительных еще ингредиентов какой же коньяк без аромата ванили буквально на кончике ножа ванилин ну и также в коньяке есть такая вот именно нотка корицы если распробовать понять тоже легко на кончике ножа по поводу водки у меня нет просто хороший зерновой дистиллиат в количестве пол литра крепостью 45 оборотных долей спирта для начала я просто ядра от абрикосовых косточек немножко разомну ступки далее все ингредиенты в банку ну и соответственно конечно заливаю туда алкоголь закрывай крышкой хорошо встряхнуть и в темное место на 7 дней при комнатной температуре подписчики все кто меня смотрит настойка под коньяк не коньяк а просто под коньяк готова отфильтрована фильтровать пришлось скажем так трудно потому сначала было три слоя марли а потом медленная фильтрация через ватку потому что чернослим был такой вот мутность ну ничего получилась красота цвет реально коньячный ну даже не скажешь что не коньячный красивый такой вот эта баночка и так на аромат ну в аромате сразу выявляется такая вот медальная нотка очень хорошо она присутствует также здесь древесная нотка есть хорошая по поводу водителя вам не скажу точно есть такая вот под копченая ну то есть чернослив дал плюс и орехи и щепа древесная нотка ну само собой и косточки орехи дали миндаль на вкус очень много миндальной составляющей тут именно вкуса после вкуса и кстати проявляется такой хороший копченый вкус ванили можно было бы больше положить кстати да что я скажу значит так чуть меньше миндаля чуть больше ванили больше орешков кедровых щепы также оставить и еще вкус очень насыщенный этому из-за того что чернослив дал ему такую насыщенность плотность я бы сделал так я бы эту заправочку которого в банке не осталось загубы не на пол литра а хотя бы на 0,7 водки ну в целом скажу достойно очень достойно да на коньяк именно похоже и так из закуски у меня сегодня домашний копченый бекон и соленья я конечно понимаю под коньячок там нужно сорочек я вот оторву от бекона до мяса и пробую рецепт этого великолепного бекона будет внизу под видео вот именно мясо копченое с копченым вкусом очень гармонирует друзья рецепт четкий я вам рекомендую делать как я вам говорил чуть больше ванильки чуть меньше косточек и будет просто ну просто будет супер настойка очень хорошая не зря я взял у известного кулинаря под ником дундук то еще я думаю понимаю в вкусах приготовлений и тому далее также внизу под видео будет будет ссылочка на магазин алкофан shop.com к которому имеем непосредственное отношение там будет ссылочка на специи которые можете купить для своих настоек ну и также аппарат алкофан стандарт друзья вам хороших настоек экспериментируйте учитесь как я у профессионалов и у вас все получится до новых встреч